приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и во всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание нашим окнам и шторам поговорим о том какую роль играют окна и шторы как мы с вами можем с помощью этого защититься от негатива и привлечь изобилие достаток и благополучия в свою жизнь обязательно досмотрите это видео до конца будет очень много важной полезной и интересной информации для вас о которой до этого вы точно не знали прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете изобилия достатка благополучия пусть они также знают об этой важной и ценной информации через окна в нашу квартиру или дом проникает дневной свет а вместе с ним положительная энергия от которой зависит и благосостояние в нашем доме помните о том что пыль на окнах поглощает солнечную энергию и тем самым к сожалению не пропускает потоки светлых энергий и их недостаток будет сказываться на вас видим благополучия вашего виде здоровья всех членов вашей семьи и многих многих других материальных и нематериальных благ немытые окна не только могут оказать влияние на ваше здоровье но и привести к финансовому краху может также пострадать ваша карьера и личная жизнь многие конечно об этом не думаю не думаю делать генеральную уборку например в доме в квартире но про окна к сожалению просто забывает виду того что но их же сложно помыть а вот там где сложно вот там где все очень казалось бы иногда просто вот там мы с вами и спотыкаемся спотыкаемся а то чему приводит нас к определенным проблемам поэтому по мере того как ваши стекла загрязняются их нужно мыть и не только их а и карнизы рамы если все это будет грязное то знаете она притягивает ваш дом отрицательные энергии извне при этом вы этого не видите потому что нам не дано людям видеть нематериальный мир мы видим то что мы мы можем пощупать увидеть услышать и так далее поэтому чтобы обеспечить себе надежную защиту от неблагоприятных энергий нужно устранять любые дефекты на окна будь то трещины ска у сколы старая шпаклевка или покраска потому что все эти дефекты являются проводником негативной энергии вы должны помнить что подоконник это сакральное место и он не предназначен для хранения журналов газет всякой макулатуры и всяких тому других предметов завалы на подоконнике сослужат вам плохую службу тем самым собирая пыль эти завалы не дают возможности проникать в дом положительным денежным энергиям поэтому ваши подоконники при этом не только вашей комнате или в гостиной но и также на кухне и вообще везде где у вас есть должны быть свободными до их нужно протирать от пыли так как на них ой как очень хорошо собирается и накапливается денежная энергия а для ее привлечения нужно обязательно поставить денежный талисман это может быть растение это может быть фигурка может быть какая-то статуэтка которая поможет привлекать деньги вашу жизнь все предметы вашем доме мы неоднократно об этом говорили оказывают на вас на ваших членов семьи определенное энергетическое влияние даже шторы казалось бы это материал и цвет штор влияет на нас и позволяет потоком положительных энергий наполнять наш дом цвет штор выбирается в зависимости от того какой положительной энергией вы хотите наполнить свое пространство в доме например зеленый и розовый цвет наполняет дом любовью поэтому шторы такого цвета подойдут именно для спальни сильнейшим магнитом для денег является бежевые тона и бирюзовый цвет также притягивает деньги в дом но еще и не позволяет их необдуманно тратить запомните это простое правило серые шторы хороши для кабинета потому что они помогают сосредоточиться на работе на решении финансовых проблем оттенки сиреневого и фиолетового цвета также привлекают финансовое благополучие изумрудный цвет обладает свойствами притягивать деньги из ниоткуда ярко-желтый синий и оранжевый помогут вам наладить финансовое положение если шторы именно такого цвета на вашей кухне хорошо если шторы будут из легких тканей желательно чтобы днем они были раздвинуты чтобы в комнату проникал дневной свет а с ним и положительные энергии а вот вечером шторы нужно обязательно закрывать плотно потому что отрицательная энергия чтобы отрицательная энергия не смогла проникнуть извне до шторы должны полностью закрывать окна касаться пола их нужно также содержать в чистоте и тогда положительная энергия сможет свободно передвигаться по дому существуют народные приметы которые связаны со шторами если их знать то можно избежать ряда определенных проблем а также сделать атмосферу в доме счастливой и удачной мы знаем о том что отдавать личные вещи в чужие руки не стоит потому что они содержат вашу энергию но все знают что вещи из интерьера тем более шторы также не стоит отдавать окна это глаза нашего дома которые пригром прикрывают от чужого и недоброго внимания они защищают наш дом от темных отрицательных энергий поэтому отдавая шторы в чужие руки вы рискуете утратить контроль над событиями вашей жизни а также привлечь свою жизнь финансовые проблемы в случае со старые шторы вы отдали а новые еще не купили пустые окна они притягивают к сожалению безденежья вы также можете стать объектом и для сплетен от вас может уйти любимый человек если отдали шторы красного цвета вашей жизни начнется и полоса неразрешенных проблем если шторы которые вы отдали были из льна без сожаления можно расстаться со шторами которые выполнены из темных плотных тканей которые вызывали у вас уныние и мрачные мысли их нельзя отдавать близким или знакомым людям лучше их продайте или используйте на что-то другое если ваше окно украшают жалюзи без штор то узнаете что вашей семье сглаз обеспечен так как шторы это защита от негатива из их помощью удерживаются положительные энергии в доме жалюзи к с такой функции не справляются если окно без штор ток паниковать не стоит нужен ритуал на защиту для этого используют соль ей нужно просыпать дорожку на подоконнике от угла до угла окна и сказать такие слова соль рассыпаю энергию зла отсекаю негативу путь свой дом закрываю счастья призываю и ним свой дом заполняю через три дня соль нужно смыть с подоконника после такого ритуала вам будет нечего бояться потому что негатив не попадет ваш дом и старайтесь этот при ритуал на защиту проводить хотя бы раз в три месяца друзья если вы будете придерживаться вот таких вот простых советов вы никогда себе не навредите помните о том что то что есть в нашем доме она влияет на нас многие не задумывается на том почему окно шторы жалюзи так могут влиять на нас они влияют и наши бабушки наши дедушки об этом знали возможно вы не обращали внимание но если вы посмотрите наши бабушки очень огромное значение давали именно окнам а также по белке своего дома и это было не случайно и поэтому пожалуйста придерживайтесь вот этих простых правил и тогда ваша жизнь действительно будет полна ярких красок у вас в жизни будут всегда финансовая стабильное счастье благополучие успех а вы знаете когда чем вы успешны когда вы счастливы когда увы у вас все хорошо вы по-другому смотрите на жизнь и испытывайте от нее радость удовольствие потому что все ваших руках конечно тут а сейчас скажет о том что но это же не привлечет мне прямо сейчас деньги если я помою окна вы должны понимать что все происходит комплексно все имеет постепенный эффект если вы никогда этим не занимались и решили завтра разгрести завалы в своем доме или квартире то не думайте что прямо послезавтра на вас посыпятся деньги деньги сыпятся только в мультиках а нам с вами нужно работать благодаря этому мы проходим определенные экзамены мы благодаря этому с вами растем когда мы ставим перед собой какую-то цель например мы хотим заиметь условно купить себе дом да потому что сейчас мы снимаем квартиру человек начинает думать что он может сделать чтобы заиметь или купить то или иное начинает мыслить он начинает развиваться мысли это правильные неправильно это о посмотрит посмотрим потом а сейчас мозг начинает думать он начинает спрашивать он начинает искать в интернете и так далее и так далее мы с вами развиваем поэтому не останавливайтесь на том что вы имеете имеете например одно подумать о том чтобы это улучшить стать чтобы было это интереснее вы хотите выучить английский язык возьмите на счете заниматься у вас нет денег на английский язык начните хотя бы с того что есть в интернете а в интернете очень много различных бесплатных курсов которыми вы можете заняться и так далее главное поднимите свою пятую точку и начните двигаться помните вселенная высшие силы для вас открыты только мы с вами просто ленимся и к сожалению не хотим делать простые шаги которые могут привести к нас к большим результатам помните об этом